Но очевидно, что это они сделали. Весь сегодняшний киевский режим, он так или иначе основан на преступлениях, которые совершают ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан. Но это исторические оценки, политические. Вот смотрите, сбили наш самолёт Ил-76 со своими военнослужащими, 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили, а Главное управление разведки, ВСУ, знали о том, что мы туда и везём военнослужащих, 65 человек. А всё запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолёту. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территории подконтрольных киевскому режиму в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнём, как в таких случаях говорят. Потому что самолёт был поражён системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолёту по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техник. Да и средства поражения на месте изъятые, они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Поэтому это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии управлять такими системами. Скорее всего, это системы патриоты американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан.